Эту страну можно сравнить с огромным парком, у которого множество заботливых садоводов. Королевство Нидерланды, или попросту Голландия, на треть расположено на уровне моря или ниже него. Страну пересекают сотни каналов, общая длина которых составляет более 4000 километров. В общественном сознании Голландия ассоциируется с весьма либеральными законами в отношении наркотиков, абортов, эвтаназии и однополых браков. Кроме того, во всем мире Голландию связывают с ветряными мельницами, тюльпанами, велосипедами и превосходными сырами. Сыры прославили два небольших голландских городка – Гауду и Эдам. Но есть масса других хорошо известных в мире голландских городов – Амстердам, Роттердам, Гаага. Роттердам Роттердам Со своими 16 миллионами жителей на территории площадью менее 42 тысяч квадратных километров Голландия относится к числу наиболее плотно заселённых стран в мире. Но среди живописных цветочных ковров и плотин с ветряными мельницами можно отыскать ещё много нехоженных дорог. Роттердам 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 Большинство голландцев считает своей столицей Амстердам, хотя здесь нет ни правительства, ни парламента. Северная Венеция, вдоль и поперёк пересечённая каналами, очаровывает исторической архитектурой. Наиболее эффектно город смотрится с борта экскурсионного кораблика, одного из многих курсирующих по каналам. Вдоль набережных пришвартованы плавучие дома и цветочные магазины. Экскурсионный маршрут проходит по самым крупным старинным каналам – Зингел, Херенграхт, Кейзерграхт и Принценграхт. Они своеобразным кольцом окружают старый город. Амстердам возник на месте рыбацкой деревушки, лежащей в заболоченном устье реки Амстел. Датой становления города считается 1275 год. Тогда граф Флорис V, голландский, освободил поселение от уплаты податей, что дало импульс развитию. В каком городе люди живут, как птицы, на деревьях? Такую загадку задавал своим современникам знаменитый Эразм Роттердамский. Ответ – Амстердам. Город вырос на нескольких миллионах еловых стволов, привезенных из Швеции и вбитых в болотистую почву на глубину 12 метров. Ели и стали фундаментом будущего города. Одна из главных достопримечательностей Амстердама – большой и многократно расширявшийся Рейкс-Мюсеум. Он расположен в самом центре города, в неоготическом комплексе 1885 года. Не менее прославленный, чем Парижский Лувр или Флорентийская галерея Уфиции, он имеет общую с ними проблему – переизбыток экспонатов. Одна лишь коллекция картин насчитывает около пяти тысяч. В нее входит знаменитый ночной дозор Рембрандта. Пробки на каналах случаются довольно редко. Неудивительно, что перевозка людей и товаров происходит главным образом водным путем. Альтернативой служат разноцветные трамвайчики, пересекающие исторические улицы в прогулочном темпе, идеально подходящим для туристов. Памятники истории соседствуют с футуристической архитектурой, контраст, который в Амстердаме не вызывает отторжения. В самом сердце города, на западной стороне огромной площади Дом Плейн, возвышается величественный Королевский дворец. Построенный в середине 17 века на фундаменте из 13 тысяч деревянных свай, он служил ратушей. В царствовании Людовика Бонапарта дворец стал монаршей резиденции и сохраняет это назначение поныне, как представительная резиденция королевы Беатрикс. Вдоль каналов пришвартовано более пяти тысяч жилых корабликов. Они появились в середине 20 века, когда растущие цены на землю вынудили многих поселиться на воде. Сегодня такая жизнь скорее мода, чем необходимость. У некоторых яхт шикарные интерьеры. На торговых улицах в центре города кипит жизнь. Над суетой возвышается здание центрального вокзала, построенное в 19 веке на трёх островах и фундаменте из 30 тысяч стволов деревьев. Самое популярное транспортное средство в Амстердаме – велосипед. Их количество – более 600 тысяч, чуть меньше, чем жителей города. Административная столица страны с монаршей резиденцией, правительством и дипломатическими представительствами – это основанная в 13 веке Гаага – центр провинции Южная Голландия. Большинство памятников старины в Гааге можно увидеть в комплексе зданий, окружающих Биненхоф. Для начала пример классицизма – Морицхаус. Изначально он был резиденцией графа Иоганна Морица Нассау. Нынче это национальный музей с внушительной галереей нидерландской и фламандской живописи. По обе стороны Биненхофа возвышаются здания верхний и нижний палат парламента Нидерландов. Старейшая часть комплекса возникла в годы правления императора Вильгельма II. О нем напоминает позолоченная статуя, венчающая фонтан. Иоганна Морица Нассау мы переходим к площади со старой ратушей. Ее старейшая часть относится к 1565 году. В последующие столетия здание многократно перестраивалось, но и по сей день в нем заседает городская администрация. Страна с 1848 года стала конституционной монархией. Резиденция королевы Нидерландов – королевский дворец, построенный в 1533 году. Его охраняет памятник испанскому аристократу. Отреставрированные фасады домов аристократии придают Гааге весьма внушительный вид. В живописном парке возвышается неоготический дворец мира, построенный в 1913 году. Сегодня здесь располагается Международный трибунал. Достопримечательность особого рода мы находим в северной части города. На красочном цветочном ковре стоит миниатюрная Голландия – Мадюродам, построенная из деталей лего. В масштабе 1 к 25 увековечены самые знаменитые здания и наиболее характерные места на территории Нидерландов. Чувствуя себя гулливером в стране лилипутов, можно прохаживаться между историческими постройками, замками и дворцами, созерцать с высоты птичьего полета ветряные мельницы и каналы Амстердама. Здесь работает самая большая в мире миниатюрная железная дорога. Музыка 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 В нескольких километрах от Гааги, на берегу Северного моря, расположен модный курорт Схевенинген. До самого большого и старинного курорта Голландии можно доехать из столицы на трамваи. Километровые пляжи зовут «Загорать» и «Купаться». В пик сезона берег заполнен еще и любителями водных видов спорта. Со смотровой башни у 350-метрового мола можно увидеть прекрасные дюны и шикарные отели. Музыка Визитная карточка Роттердама построенная в 1960 году башня Евромаст. На вершину 186-метровой смотровой башни мы попадаем при помощи сверхскоростного лифта. Роттердам – это город, который работает на всю Голландию. Так, по крайней мере, говорят его жители. В центре преобладают современные небоскребы из стекла и бетона. В них располагаются важные нефтяные концерны, перевозчики, маклеры и банкиры. Будучи самым крупным портом в Европе, Роттердам стал центром большого бизнеса, в котором совершаются миллиардные сделки. Тут же, на берегу реки Новый Маас, находится этнографический музей, в котором собрана большая коллекция экспонатов из Индонезии и стран Океании, бывших прежде голландскими колониями. В нескольких шагах дальше, на Вильямс-Плейн, туристов ждут экскурсионные суда, на которых можно осмотреть порт. Сильно разрушенный немецкими войсками во время Второй мировой войны, сразу же после ее окончания порт вновь был отстроен в рекордные сроки. Реставрации требовала и церковь Святого Лаврентия XV века. У ее подножия стоит памятник философу-гуманисту Эразму Роттердамскому, пожалуй, самому известному жителю города. Монумент «Растоптанный город» напоминает о жертвах фашистских бомбардировок. Чудом сохранилась самая крупная ратуша в Нидерландах, со всех сторон окруженная современной архитектурой. В нескольких километрах к юго-востоку от Роттердама находится небольшой городок Киндердейк. На его плотинах вдоль канала стоят бок о бок 19 старинных деревянных мельниц. Некоторые из них открыты для широкой публики. Вдали от больших городов простирается плодородная низменность. Почти каждые пять земли здесь используются для сельскохозяйственных целей. Монотонный пейзаж Зеландии и провинции, расположенные дальше на запад, разнообразят только дома фермеров. Новое поколение ветряных мельниц производит чистую энергию. Во всей Голландии таких мельниц более тысячи. Центр провинции – 40-тысячный Миддельбург. Городок, расположенный на полуострове в дельте реки Шельде, расцвел во времена Средневековья. Тогда он был важным центром торговли хлопком. В современном облике Миддельбурга доминирует силуэт новой церкви, выросшей рядом с монастырским комплексом XVI века. Миддельбург. В провинции придерживаются старинных обычаев, в том числе и тех, что связаны со свадьбой. Молодые одеты в традиционные костюмы, а в новую жизнь отправляются на конные повозки. Музыка Зеландия очаровывает туристов живописными пляжами. За величественными дюнами оборудованы многочисленные курорты и места для купания. Удобные, безопасные маршруты по дюнам приглашают на прогулку. Зеландия очаровывает туристов живописными пляжами. Осушенные земли, каналы и помпы Зеландия была бы водной территорией. После долгих столетий борьбы с морской стихией голландцы стали непревзойденными мастерами гидротехнического искусства. Венцом их изобретательности стал Дельта-проект, гигантская система дамб, шлюзов и мостов, охраняющая юго-западное побережье от затопления. Начало же этому беспрецедентному строительству положило катастрофическое наводнение 1953 года, оставившее после себя почти две тысячи жертв. Проект Дельта, помимо бесценной охранной функции, дал Голландии несколько тысяч гектаров земли под сельскохозяйственные нужды и улучшил сообщения между сушей и островами. Дельта-проект радует и мореплавателей-любителей. У польдеров появились десятки огражденных от ветра портов. Дельта-проект радует и мореплавателей-любителей. Типичные для Голландии разводные мосты, увековеченные Ван Гогом на его полотнах, должным образом сохранены и прекрасно действуют в 21 веке. Этот мост находится в Зиригзее, маленьком городке на юге страны. Он расположен на полуострове в Дельте-Шельде, а добраться до него можно по дороге, ведущей через дамбу Остерхельде. Центр города утопает в цветах. Но, увы, нам пора, теперь на восток. В провинции Северный Брабант, на берегу реки Шельде, расположен прекрасный город Берген-Обзом, Берген-Назоме. Его история начинается в XIV веке. Те времена помнит церковь Святой Гертруды, другое известное здание в старом городе – ратуша XVII века. И, наконец, самый знаменитый памятник города и общины Берген-Обзом – дворец маркизов, построенный в конце XV века, он входил в состав городских укреплений и служил резиденцией маркграфов. В последующие столетия, вплоть до 1957 года, он выполнял роль казармы. Затем, после тщательной реставрации, в нем разместили городской культурный центр. В неполных 40 километрах от Берген-Обзом находится Бреда, несколько веков бывшая владением дома Нассау. Этот город с богатым историческим наследием и приятной атмосферой располагает задержаться здесь больше, чем на один день. Здесь есть что посмотреть. Центр привлекает прекрасно отреставрированными каменными зданиями и мощеной ратушной площадью. На фоне зданий старого города возвышается большая церковь XV века. Каждый четверг площадь заполняется лотками и прилавками. Одни прогибаются под тяжестью ремесленных изделий, другие – под овощами и фруктами, третьи – под свежими дарами моря. Рынок привлекает своей атмосферой. По нему стоит погулять даже просто так, без списка покупок. На рыночной площади возвышается ратуша, в которой до сих пор размещаются городские власти. Недалеко от Бреды, на берегу Моаса, мы найдем старинный укрепленный городок Хойзден. У его основания действует популярная марина. Моас соединен с многочисленными каналами и течет через провинции Лимбург, Северный Брабант и Зеландия. По выходным здесь собираются сотни мореплавателей. Но прежде всего река служит важной коммуникационной артерией, по которой товары из приморских портов отправляются вглубь страны. Чтобы получить патент капитана, обучение надо начинать как можно раньше. Продолжение следует... Дорога тянется вдоль Моаса по направлению к Лимбургу. С самой высокой точки, вальцерберга, 321 метр, мы увидим треугольник суши, где сходятся границы Германии, Бельгии и Голландии. Холмы Гёйталь, край которой с небольшим преувеличением зовут Голландской Швейцарией. На холме видны руины единственного укреплённого замка в Голландии – Валкенбурга. 20 км вверх по течению Моаса, и мы в центре Лимбурга – Моас-Трихте, городе со 150 тысячами жителей. Он возник на старом пути, соединявшем Кёльн с Северной Францией, рядом со стратегически важной переправой через Моас, основанной, как и сам город, римлянами во времена Октавиана Августа. Центральная точка, видимо, самого старого города Голландии – ратуша в стиле классицизм, построенная в 17 веке архитектором Питером Постом. Удобное расположение способствовало быстрому расцвету города. В Средневековье он был важным центром торговли тканями. Но массивные укрепления не уберегли Моас-Трихт от завоеваний. Прежде чем войти в состав Королевства Нидерландов, в 1815 году город побывал под властью испанцев и французов. Моас-Трихт от завоеваний Базилика Святого Сервация, построенная в VI веке над гробницей первого епископа Моас-Трихта – старейшая церковь Голландии. Свой нынешний вид она обрела в результате перестройки в XI веке, после того, как норманы разрушили оригинальную часовню. Рядом с базиликой возвышается готическая церковь Святого Иоанна XV века. Парой шагов дальше, в середине маленького парка, мы увидим прекрасный дворец, где расположен музей естественной истории с интересными геологическими и палеонтологическими экспонатами. На оборонительную стену с двумя башнями похож западный фасад другого храма – базилики Пресвятой Девы Марии, построенной в X веке. Рядом с фасадом на маленькой тенистой площади теснятся столики кофеен. Будучи в Маастрихте, стоит наведаться в замок Хейнсбрюк – могучую крепость, в стенах которой, как говорят, водятся привидения. Хейнсбрюк считается одним из лучших замков Лимбурга, а их тут немало, и очаровывает туристов атмосферой давно минувших столетий. Рвы, башни и башенки – лабиринт внутренних двориков. Все это произведение архитектора XVII века Матье Доссе. С 1928 по 1943 год замок был отреставрирован. Сегодня он исполняет роль Центра искусств. Больше всего публики собирают проводимые в его стенах концерты старинной музыки. КОНЕЦ Дальше вверх по течению Мааса мы встретим очередную любопытную достопримечательность. У городка Тор с тремя тысячами жителей неожиданно богатая история. Когда-то здесь было немецкое аббатство с маленьким монастырем. Девушки из знатных семей, которых родители отправляли в монастырь, не особенно сопротивлялись своей участи. Однако не афишировался тот факт, что значительные пожертвования, вносимые в казну монастыря, гарантировали девушкам немалую свободу. Европейские аристократы регулярно совершали сюда паломничество. Не столько ради святынь, сколько в поисках хорошенькой жены. КОНЕЦ За полчаса можно доехать до центра провинции Гелдерланд Арнема. Этот расположенный на Нижнем районе город со 150 тысячами жителей впервые упоминается в исторических хрониках в 1893 году. В Средневековье он был важным торговым центром, с 1440 года членом Гонзейского союза. Город многократно переходил из рук в руки. Им владели бургунцы, австрийцы и немцы. Последним оккупантом была немецкая армия во время Второй мировой войны. В 1944 году Арнем стал ареной крупнейшей в истории операции по высадке воздушного десанта. Союзники тогда понесли потери, и город почти сравнялся с землей. К счастью, он восстал из руин, и сегодня тщательно отреставрированный, вновь играет роль важного культурного и научного центра. Символ Арнема — переправа через Нижний Рейн, единственная, не взятая союзниками во время памятного штурма. За Арнемом по направлению к озеру Исельмейр простираются два больших национальных парка, покрытые заболоченными лугами. Расположенный на берегу озера городок Хардервейк — популярное место отдыха. Привлекает он и любителей прогулок под парусом. Однако главное в этих местах — дельфинариум. Несколько раз в день его обитатели забавляют зрителей необыкновенными акробатическими номерами. Привлекает он и любителей прогулок под парусом. Город Гаррика Гауда, хотя и насчитывает всего 70 тысяч жителей, известен во всем мире. Производимый здесь сыр продается на традиционном рынке по четвергам. Все происходит в соответствии с давними традициями. Даже продавцы из окрестных сыроварин одеты в национальные костюмы. Заключенная сделка должна быть скреплена рукопожатием. Торговля идет в тени ратуши 15 века, стоящей напротив большой церкви. Торжественная процедура взвешивания проходит в здании весов, построенном в 1668 году Питером Постом в стиле ренессанс. Город известен также производством свечей, фарфоровых трубок и деревянных башмаков, которые легко находят покупателей среди туристов. Шум на рынке стихает, когда на башне большой церкви 16 века начинают бить куранты. Улочки вдоль живописных каналов. Сейчас, когда проходит ярмарка, на них совсем пустынно. Сырный рынок Средневековый замок Перестроенный в 18 веке в дворец классицизма Хранит в своих стенах гробницу последнего немецкого императора Вильгельма II. Тот провел здесь последние 20 лет жизни После поражения в Первой мировой войне. Субтитры создавал DimaTorzok В поисках очередных жемчужин голландской замковой архитектуры мы отправляемся в провинцию Северная Голландия. Восхитительный замок Муйдерслот, окруженный широким рвом, был построен около 1280 года в месте впадения реки Фехте в озеро Иесельмейр. Замок построил граф Флорис V в надежде защитить свои владения от притязаний ненасытных епископов Утрихта. Роскошный интерьер, открытый сегодня широкой публике, исполняет роль музея. Путь через дамбы и каналы приносит новые неожиданности. В Голландии корабли обладают преимуществом проезда. Придется подождать, пока улица не вернется в горизонтальное положение. Скансен Занзесханс каждый год посещает около миллиона туристов. Он расположен в нескольких километрах от Амстердама, в очень урбанистичном регионе, что отнюдь не портит атмосферу этого места. А она исключительно. На окраине местечка Занстад жизнь течет как 200-300 лет назад. В 40 старинных деревянных домах крестьяне разводят овец и коз, мелят муку, работают в мастерских. Особенно примечателен незаметный поначалу домик. В нем в 1697 году под видом столера инкогнито жил Петр I. Эта необыкновенная история вдохновила немецкого композитора Альберта Лорцинга на создание оперы «Царь и плотник». Альберта Лорцинга Альберта Лорцинга Наряду с Гаудой, Эдам – популярнейший голландский сыр. Если бы не национальный деликатес, никто бы и не узнал о маленьком городке на озере Маркер-Мейер. Но Эдам – это не только традиционная сырная ярмарка. Романтические улочки, исторические здания и живописные каналы – все это придает городу необыкновенное очарование. Движением на мосту и под мостом управляют на протяжении многих столетий опытные постовые. Субтитры создавал DimaTorzok Интригующие детали придают остроты путешествию по историческим улочкам. Малая ратуша была построена в 1773 году. Напротив нее возвышается церковь святого Николая XIV века. Море цветов украшает Энхузен – популярный курорт на озере Иесельмейер. Летний сад у подножия старинной крепости каждый год разбивают по-новому. Каждый сезон он принимает новые формы. Весной в нем царят знаменитые голландские тюльпаны, в прочие месяцы вплоть до поздней осени здесь можно видеть другие, не менее эффектные виды и сорта цветов. Энхузен конкурирует с подобными плантациями по всей Европе. Цветочные творения оценивает международное жюри. Выращивание декоративных цветов и саженцев – доходный бизнес. В Энхузене действует порт для яхт – идеальное место для начала экскурсии под парусом по водам бывшего залива Зуйдерзее. В Энхузене «Тинус» Субтитры создавал DimaTorzok и таверны на набережной. Всем прочим гостям, разумеется, здесь тоже рады. Любители купания и водных видов спорта заполняют северное побережье Голландии. Субтитры создавал DimaTorzok Вопреки ожидаемому, холодный север приносит много горячих эмоций. Субтитры создавал DimaTorzok К северу от Энхузена, недалеко от Меденблика, свои ворота открывает замок Радбуд. Окруженный масштабным рвом, он стоит на фундаменте французской крепости VIII века. А спустя 10 столетий жители растущего поблизости города разобрали стены замка из-за нехватки строительного материала. К счастью, сохранились чертежи, и в XIX веке замок был отстроен в первозданном виде. Этот котел служил в средневековье палачам. В кипяток или горячее масло погружали преступников, осужденных на смерть. Котел находится в городке Девентер в провинции Оверейсел. Сюда легко попасть из Амстердама или Апельдорна. Романтическая атмосфера старинных улочек и прекрасных зданий всегда привлекает туристов. В средние века Девентер был важным религиозным центром. Несколько лет в нем провел Эразм Роттердамский. Главный храм города – большая церковь, основанная в 1046 году утрихским епископом, который нашел здесь убежище от норманов. Благодаря своему расположению на берегу реки Девентер уже в IX веке вошел в круг городов Ганзы. Гуляя по нему, мы постоянно встречаемся с произведениями старинных мастеров. Пейзаж провинции Дренте образует километровые плантации цветов и овощей. Многие из них укрыты под треугольными крышами теплиц. Гробницы тысячи лет скрывают останки, а вместе с ними и тайны давно вымершего народа охотников и рыболовов. Это были представители эпохи позднего неолита, культуры воронковидных кубков, названные так из-за характерной для нее керамики. Живший более 4000 лет назад народ погребал своих умерших в могилах, заваленных камнями. По окрестностям рассеяны более 50 подобных гробниц. Субтитры подогнал «Симон» Недалеко от границы с Германией, к северу от городка Эммен, простирается живописный Вейенпарк. Красивыми лугами, залитыми водой, можно любоваться из окна экскурсионного кораблика или вагончика маленького поезда. Территория Голландии почти лишена возвышенностей. Еще и поэтому велосипед в этой стране остается самым популярным транспортным средством. Гронинген, столица одноименной провинции, насчитывает почти 200 тысяч жителей. Это седьмой по величине город Голландии, но в рейтингах товарооборота и промышленного производства он стоит гораздо выше, сразу после Амстердама и Роттердама. В Гронингене кипит жизнь, на фоне спокойной деревенской провинции он резко выделяется своим космополитическим духом и атмосферой свободы. Город может гордиться и прекрасным историческим наследием. Главное место здесь – рыночная площадь у ратуши начала XIX века, построенной в стиле неоклассицизма. На противоположной стороне площади возвышается церковь Святого Мартина, старейшая часть которой относится к XII веку. Гордость Голландии – хофьи, дома с садами, которые в минувшие века строили для обедневших семей богатые меценаты. Сегодня это настоящие оазисы покоя и свежести, в которых любят клубиться студенческое братье и артистическое богема. Гронинген – это Голландия в миниатюре, современный мультикультурный и открытый миру город, в то же время бережно хранящий исторические памятники и национальные традиции. Польдер, на котором кипит жизнь, окружённый живописным сельским краем с цветочными коврами и ветряными мельницами вдали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова